В день святителя и чудотворца Николая, старейший православный приход Италии отметил престольное торжество. За праздничной литургией молились прихожане двух храмов Русской Православной Церкви в Риме, Свято-Никольского и Екатерининского. Свято-Никольская Церковь в Риме – самая старинная из Русской Церкви в Италии. 6 октября 1803 года по представлении коллегии иностранных дел император Александр I подписал именной указ об открытии греко-российской церкви при римской дипломатической миссии. Тогда же был утвержден штаб с одним священником и двумя псаломщиками. Однако трудности того времени, наполеоновские войны и временное прекращение дипломатических отношений с папским государством помешали возведению храма. Открылась она лишь спустя три десятилетия. Теперь храм, как, впрочем, и второй русский приход Рима – Екатерининский, привлекает жителей и гостей Вечного Города. Я в этом приходе 12 лет. Для меня здесь вообще началась церковь. И здесь я поняла, что самое важное в церкви – это то, что церковь – это средоточие жизни. Это не то место, куда ты можешь, там, ну, в воскресенье приходишь или даже в праздник. А вот именно средоточие жизни. Это, наверное, связано с тем, что это зарубежная церковь, где люди не дома, и где здесь особенно они чувствуют вот эту общность, где особенно, впервые здесь я почувствовала эту сладость молитву за других. Как говорит настоятель Никольского прихода Протеилия Вячеслав Бачин, верующие пребывают в вечном городе по промыслу Божией, представляя здесь русскую православную церковь. Поэтому на каждом лежит особая ответственность. Им важно собственным примером показать красоту православной веры в духовной столице западной христианской цивилизации. Но главное, конечно, сохранить вдали от исторической родины единомыслие и любовь. Впрочем, этого у римских верующих и так не отнять. Церковь святой Екатерина и церковь святого святого Николая стали одним приходом. Это могло случиться в том, что пасторы и того и другого храма очень дружные, друг другу помогают, друг другу приглашают. Так и в день престольного торжества свято-никольского храма в этот приход пришли верующие из Екатеринской церкви. После богослужения православные римляне прошли крестным ходом по улицам города. Всем вокруг неся весть о воскрешенном святителе и чудотворстве святителя Николая. Как известно, здесь, в Риме, его почитают особо. В этот праздник сегодня, несмотря на такую дождливую погоду, мы сегодня все очень рады и отмечаем этот праздник в большом количестве, потому что этот великий святой, он наш доступник и помогает в различных ситуациях, к нему обращаются в различных нуждах. И всегда прибегают к Николаю чудотворцу, ему молятся, и он всегда помогает нам. Субтитры создавал DimaTorzok